Вы смотрите канал Евгения Бажанова, диалог цивилизаций, швейцарский поход Суворова и за что уважали военного гения, швейцарцы в Америке и элита эмигрировавшая в Россию, новая Швейцария и что купил Саттер у русских, смотрите в беседе Суворов, герой Швейцарии. Добрый день, дорогие друзья, я начинаю на своем канале на ютюбе диалог цивилизации, новую серию, посвященную Швейцарии. Мы с моей супругой Наташей специально в Швейцарии не занимались, но на протяжении своей научной карьеры, дипломатической карьеры не раз с этой швейцарской тематикой встречались. Ну и посетили Швейцарию, более того объездили ее, что называется, почти вдоль и поперек. Поэтому кое-какие впечатления у нас об этой очень интересной и важной стране, она для многих пример того, как надо развиваться и в политической области, и в экономической, и в социальной, и в культурной, во всех сферах. Так вот, серия в Швейцарии. Ну, начну издалека, начну со своего детства. Я учился в школе в городе Сочи, я об этом уже не раз говорил на своем канале. Урок истории. И учительница рассказывает нам, что в 1799 году Суворов во главе своих войск пересек Альпы в тяжелейших условиях, там, и чертом мост, и приходилось по снегу спускаться, там, скручин, и блистательно провел эту операцию. Ну, вот, рассказала эта учительница, и один из школьников так удивленный, говорит, спрашивает, а что там Суворов, собственно, делал, это вот так далеко от нашей страны, мы же всегда только оборонительные войны вели, а что так, что он там делал. Ну, а учительница объяснила, что недолго до этого во Франции победила революция. Был свергнут феодальный строй. И это привело в ужас всю остальную Европу. Везде короли, везде самодержцы. А там голодьба захватывает власть и, более того, казнит короля Людовика XVI, трубает ему голову. Ужас. Какая-то республика объявлена, какое-то равенство. Ну, и вся Европа объединяется, чтобы, значит, бороться с этой революционной Францией. А революционная Франция не только обороняется, сама наступает, распространяет, якобы, свою свободу, свои идеи на другие страны, но делает это с помощью оружия. Так вот, захватили французы, эти революционная Франция, Швейцарию. Наш царь, наш император Павел I договорился с Австро-Венгрией, с австро-венгейским императором, что надо в Швейцарии выкинуть французов, этих революционную Францию, и освободить швейцарцев. Одна группа войск австрийско-российских находилась в Цюрихе, в Швейцарии, а с юга двигался вот Цуворов, получил приказ, он в Италии освобождал Италию от этих несносных французов, а затем, значит, через Альпы двинулся в Швейцарию. Ну, к тому моменту, когда он вошел в Швейцарию, эта группировка в Цюрихе была разбита, из-за, как, по крайней мере, считали наши генералы, из-за бездарности и трусости австрийских генералов, и вот никакой подмоги, никакого соединения со своими у Суворова не могло получиться. Он был со своей армией зажат в такой равнине, окружен происходящими силами врага, но блестяще вышел из этой ситуации, вывел свою армию из Швейцарии, и о нем очень высоко, как о полководце, в очередной раз отзывались великие умы Европы, в том числе и Наполеон, очень высоко отозвался, он как раз только в это время к власти пришел во Франции. Так вот, он отозвался о Суворове, как о военном гении. Ну и в Швейцарии осталась о нем молва, как о великом полководце, до сих пор она живет, он герой Швейцарии. А на нас, на детей это произвело впечатление, вот оказывается, нам вроде говорили, что всегда все против России объединялись и воевали, а здесь оказывается, мы вот с одной группой европейцев против другой группы европейцев выступили. Ну потом мы не раз слышали о том, как действительно Россия находила союзника в Европе, вместе с ними воевала с другой группой европейских стран, которые на данный момент были нашими противниками. Ну Наполеонов, вспомним, воевали вместе, пришел он к власти, начал свои завоевательные походы, и вот была коалиция против него. Потом он эту коалицию разрушил, завоевал наших союзников и присоединил их солдат к своим и двинулся на Россию. Ну и вот те, кто, значит, вот этот тезис развивает, что Россия всегда вынуждена была враждовать с Европой, потому что Европа так негативно относилась к России, вот говорят, вот вся Европа под руководством Наполеона накинулась на Россию. На самом деле это были подневольные люди, которых Наполеон собрал из многих стран Европы, но как только Наполеон бежал из России, разбежались они все, и возникла новая коалиция почти всей Европы против Наполеона в составе и России, и Англии, и Австро-Венгрии, и Германии. Воевали все вместе с Наполеоном, пока его окончательно не уничтожили. Потом была Первая мировая война, когда у нас были одна группа европейских стран, союзники, Англия, Франция и другие, и в то же время Германия, Австро-Венгрия противники, потом была Вторая мировая война и так далее. Но тем не менее этот тезис, как мы знаем, с вами остается. Как только у нас начинает портиться отношение с Западом, а такое бывает, вот в данный момент сейчас опять это происходит, тут же разговоры о том, что вот объединенная Европа всегда ненавидела Россию, и все на нее наступало, несмотря на все вот эти вот истории, которые я упомянул. Ну, можно еще упомянуть тезис о том, это тоже мы на уроках истории узнали, потом всю жизнь продолжали об этом слышать и видеть доказательства всего этого. Так вот, европейские страны не только с Россией воевали, там некоторые из них в этот момент, другие в другой, а между собой постоянно воевали. Все соседи воевали друг с другом, а нам бесконечно об этом говорить. Ну, давайте вспомним столетнюю войну между Англией и Францией, вспомним, что 200 лет Франция и Германия между собой воевали, и за свои лотеринги, и Италия подвергалась нападению со стороны и французов, и испанцев, и австро-венгров, и так далее, и тому подобное. Мы бесконечные войны между собой европейцы. Поэтому этот тезис о том, что вся враждебная Европа, она всегда против нас и всегда пытается нас уничтожить, он, во-первых, неверен, а во-вторых, вреден. Это настраивает нас совершенно на неправильную волну. Хотя, повторяю, он продолжается. Но еще, кстати, в этой связи вспомню такие факты. Ну, например, кто самые великие герои Франции? Жанна Д'Арк, с кем он воевал? С англичанами. Далее, Деголь, второй герой Франции, с кем он воевал? С немцами. Теперь возьмем Англию, главный герой Англии. Адмирал Нелсон, чей флот он разбивал? Испанский, французский. Веллингтон, полководец английский, с кем он воевал? С Наполеоном. Битва перед Орловым, разгром Наполеона. Ну, наконец, Черчилль, великий премьер-министр, с кем воевал? С немцами. Ну и так далее. Тем не менее, вот говорю, тезис этот есть, я его решил опровергнуть. И не просто так, а вот отталкиваясь от того, что мы слышали в школе, потому что тот разговор о Суворове очень запал нам в детские души, когда впервые мы осознали, что, во-первых, Россия участвовала в всеми европейских войнах, конфликтах, в том числе и далеко от наших, что называется, берегов. Ну и это раз. И во-вторых, что мы имели там союзников временных, да, но любое европейское государство может сказать, что все союзники, сегодня союзник, завтра нет. Англичане говорили, что у них вечные интересы, а вечных союзников у них не было и быть не может. Так что не надо отчаиваться и исходить из того, что мы обречены на то, что все всегда будут против нас выступать. Ну вот это вот мы услышали, что называется, о Швейцарии в школе, потом я поступил в институт МГИМО в Москве и учился вместе со своей будущей супругой Наташей. Я учил китайский язык, она учила корейский язык. Ну мы стали встречаться, гуляли, и в том числе очень любили гулять в районе Лефортово и заинтересовались причиной, почему этот район так называется. И стало нам известно, потом мы это и в фильмах видели, и в книгах читали, что был такой Лефорт, швейцарец, который прибыл в Россию и который подружился с Петром Первым, и Петр Первый сделал его первым адмиралом Российской империи. Но Лефорт был не один швейцарец, который попал к нам. Швейцарцы в массовом количестве, ну и по крайней мере в больших количествах стали выезжать в Россию в начале XIX века, когда в Швейцарии была очень трудная экономическая ситуация, практически голод, и были там религиозные разборки и так далее. В общем, швейцарцы выезжали в разные страны мира, в том числе в Россию. Эммиграция в Россию носила такую особенность, выезжали в основном люди образованные и высших классов. Некоторые другие страны, фермеры выезжали, все, кто больше всего подстрадал от неурожая, от плохой экономической ситуации, а к нам вот такая элита ехала, потому что Россия была для них привлекательной страной. Кстати, еще раз к вопросу о вечной вражде. Вот мы знаем, что и французы сюда приезжали, немцы и голландцы, вот в том числе и швейцарцы. Ну и по некоторым подсчетам, за вот этот период, до 1917 года, когда в России произошла большевистская революция, наши контакты с Западом сошли чуть ли не на нет, по крайней мере на какое-то время, так вот 25 тысяч примерно швейцарцев жило, на постоянной основе работало в России. Многие занимались военным делом и отличились. Некоторые стали генералами или полковниками, воевали с Наполеоном, которого, естественно, швейцарии очень не любили, воевали с турками. Один швейцарец, Стюрлер, дослужился до полковника, очень достойно воевал против Наполеона. Но когда началось декабрьское восстание, восстание декабристов 14 декабря 1825 года, то он выступил на стороне царя. Значит, когда вот эта вся, что называется, заваруха стала разворачиваться, Каховский, один из тех, кто выступил против царя, офицеров, он подошел на Сенатской площади к этому швейцарцу и говорит, ты на чьей стороне? Тот говорит, я давал присягу императору, поэтому я буду верен этой присяге. На это Каховский среагировал следующим образом, он выстрелил стюрлера, а потом его еще шашками добили, и, в общем, на следующий день он умер. Такое верноподдничество проявил этот швейцарец, и швейцарцы вообще, как говорят, отличались тем, что они очень верны были присяге и хорошо поэтому служили. Но они не только военным делом занимались в России, они работали в качестве гувернеров в самых знатных семьях. В том числе у Александра I, нашего будущего императора, был гувернер-швейцарец. У Александра III, когда он еще не был императором, то же самое. В семье Николая II очень любили воспитатели гувернеров-швейцарцев. И особенно тех, кто владел французским языком, из французских кантонов. Как известно, в Швейцарии есть кантоны, как говорят на французском языке, на немецком языке, на итальянском языке используются ретерарманский язык. Это четыре государственных языка. Так вот, французский язык был очень популярен, он везде был распространен, в том числе и в российской элите. Вот нанимали гувернеров-швейцарцев, не французов, а швейцарцев, из этих кантонов, этих районов Швейцарии, где был французский язык. Так вот, значит, этим они отличались. Теперь медицинские доктора. Медицина только в России начала развиваться со времен Петра, и нужны были врачи. Швейцарцы очень себя хорошо в этом смысле проявляли. Цароварню первую открыли в России швейцарцы, они этим очень гордятся. Часовщиков Екатерина II из Швейцарии приглашала, и очень активно приглашала, и они сыграли роль в развитии вот этой индустрии, изготовления часов в нашей стране. Пекари были в Швейцарции, кондитеры, священники, которые обслуживали католиков, живших на территории Российской империи, и которые обслуживали протестантов, живших в пределах Российской империи. Ну вот, повторяю, около 25 тысяч, и вот позднее была издана прекрасная книга «Швейцарцы в России», там рассказывалось о всех более-менее заметных швейцарцах, которые жили в России, работали в России. И в этой книге, кстати, отмечается, что швейцарцы, особенно франкоязычные, очень быстро ассимилируясь в российской среде, на первом поколении они еще смотрели на русских, как на, так сказать, каких-то других людей, отмечали, что русские очень щедрые, очень веселые, но вместе с тем быстро ожесточаются, как отмечали швейцарцы, и якобы хуже, чем швейцарцы работают, и менее чистоплодны, чем швейцарцы. Это было их впечатление. Но уже второе поколение швейцарцев, как правило, это люди, которые уже фактически становились настоящими русскими. Вот говорят, в этой книге сказано, те, кто происходили из немецких кантонов, там, где говорили на немецком языке, они меньше смешивались, медленнее ассимилировались в российском обществе, потому что в Российской империи жило много немцев из разных районов. В Германии вот они, так сказать, в этой общине варились в соку этой общины, и, так сказать, медленнее врастали в российскую действительность. Но, тем не менее, тоже врастали. А уж те, кто из французских говорящих кантонов, то там, значит, второе поколение уже русские. Имя, отчество, фамилии русские брали, ну и так далее, и тому подобное. В общем, все это так было. Ну, закончили мы МГИМО, потом, значит, я в Сингапур на практику ездил, а потом нас с супругой послали в Соединенные Штаты Америки, в Генеральное консульство России, извиняюсь, из Советского Союза в Сан-Франциско. Это 1773 год. И мы и там столкнулись с швейцарской темой. Но, во-первых, выяснили, что, оказывается, в США около миллиона человек имеют швейцарские корни. Они давно, многие из них ассимилировались, конечно же, в американской среде, но корни швейцарские — один миллион человек. И вот, я уже говорил, в XIX веке массовом количестве швейцарцы начали покидать родину, прежде всего по экономическим причинам, но также из-за религиозных преследований. И вот в Америку потянулись так называемые амиши. Это такая религиозная группа, она была распространена в Швейцарии и во Франции, в той части Франции, за которой немцы и французы все время сражались. Так вот, и туда, и швейцарцы переселялись, из-за того, что там были гонения, потом они переселились в Альзас. Французы, когда захватили Альзас, стали прогонять этих амишей. Ну и в конце концов, многие из них переселились в США, особенно на Средний Запад. Проживают они в 22 штатах Соединенных Штатов Америки. Это люди, которые придерживаются традиционного образа жизни. Они одеваются в такие скромные очень одежды, традиционные одежды, они отказываются от многих атрибутов цивилизации, они отказываются служить в армии, они не признают никакие войны, они не служат в государственных органах в США, то есть живут в совершенно уединенном от остального американского общества. Кроме того, они не любят, чтобы чужие люди вступали в их ряды и женятся, как правило, в своем только кругу. И чем они еще отличаются? У них очень быстро растет население, в несколько раз быстрее, чем в среднем в США растет население. Так что количество этих амишей увеличивается все больше. Мы встречали и амишей, в том числе мы были в Пенсильвании, заезжали в их деревушки. Действительно, такое ощущение, что ты попал в Швейцарию, или, может быть, в Голландию, или в эти части, которые сейчас Франции принадлежат, Эльзаса, раньше Германия. И очень интересно. Ну, мы работали в Калифорнии, и там, что нам запомнилось из такой швейцарской тематики, это история жизни некого господина Садера. Он был из Швейцарии, и по-швейцарски из германно-язычного кантона, и поэтому его имя, на самом деле, Зутер. Ну, а в США его называли Сатер. Значит, он занимался бизнесом у себя на родине, не пошло дело, он бросил бизнес, бросил семью, приехал в Нью-Йорк, жил там, а потом стал выпрашивать у мексиканского правительства, а в то время, в 1839 год, Мексика владела Калифорнией, чтобы ему разрешили там дать кусок земли, где бы он свою коммуну основал. Ему дали в предгорьях гор Сьерра-Невада, там, вглубь территории от Сан-Франциско, на двух речках. И он там основал так называемую Новую Гильвецию. Это колония. Гильвеция — это древнее имя, или второе имя Швейцарии, когда-то там жило племя Гильветы, и вот Швейцарию так любовно называют Гильвеция. Так вот, Новая Гильвеция. И, значит, вот он там воспитывал новых людей, хотел создать, как он говорил, какой-то рай на земле, был очень влиятельным человеком, его называли императором Калифорнии, генералом Калифорнии, и у него было очень много индейцев, которые на него работали, выполняли его, так сказать, задания, ну и якобы воспитывались в Новом Дуге. Прославился он еще и тем, что купил у русских фортрос. Что такое фортрос? Это русская колония на севере Калифорнии. Это форпос был Российской империи в Америке. В начале 19 века он был приобретен. Русские его освоили, там была крепость, там развивалось сельское хозяйство, но дело не пошло. То, на что рассчитывали российские власти, не получалось. И экономическая деятельность, как следует, развивать не получалось. И меха надеялись добывать там морских зверей, тоже ничего не получалось. С едой было очень сложно. В общем, решили, что это абуза. И в 841 году этот фортрос, он сейчас, кстати, памятник национальный в США, и он во многом восстановлен. Мы с супругой там много раз бывали, как раз в период, когда он восстанавливался. Так вот, в 841 году Россия продала эту землю Зутер или Саттеру. И этим он, значит, прославился. Но главное все-таки не это. Главное, в 1848 году лесопилка была у Саттера на речке Американ. Река называется. И вот послал он туда своих рабочих, там кое-что надо было сделать, что-то починить. И во главе с таким маршалом. И вот эта группа во главе с маршалом вдруг обнаружила там какие-то рядом с этой лесопилкой какие-то золотые светящиеся точки. Прибыл сам Саттер, стал рассматривать и выяснилось, что это золото. Но он всех предупредил, никому ничего не говорить. Будем втихаря, что называется, добывать золото. Но втихаря не вышло. Туда вскоре рынулся весь мир. Ну и этот весь мир все смел на своем пути. Люди плевать хотели, что это частная собственность Сутера, Саттера, что, значит, это его земля и так далее, и так далее. В общем, все это было смятено. Он разорился. И всю оставшуюся свою жизнь потратил на то, что выпрашивал у федерального правительства в США компенсацию за то, что он все это потерял, включая Форд Росс. Так ничего вроде не получалось, но потом его сын, который его наследовал, он все-таки смог все долги, которые отец накопил, выплатить. И более того, основал город Сакраменто, который сейчас является столицей Калифорнии, недалеко находится от этого района. Ну и Саттер стал, в конце концов, такой легендарной фигурой. Вот мы когда работали там в США, в Сан-Франциско улице его именем названо, центр там один назван, его школы назывались, колледжи. То есть вот один из героев, первопроходцев, пионеров Калифорнии. Так это продолжалось очень долгое время, но, как вы знаете, где-то пару лет назад в США вспыхнуло это движение в поддержку афроамериканцев, индейцев и всех тех, кого американцы обижали. Очень мощное движение. И начали рушиться памятники, начали неиспровергаться те идолы, которым американцы поклонялись, в том числе людям, которые основали Соединенные Штаты Америки. Ну и под раздачу попал и Саттер. Ему поставили задолго до этого памятник в Сакраменто. Так этот памятник облили краской, а потом снесли. Ну и его стали очень жестко критиковать, что он был рабовладелец, что он не платил деньги индейцам, эксплуатировал их, что у него гарем был. Гельвец, якобы, рай на земле, на самом деле всего лишь там гарем и место для эксплуатации индейцев. И началась борьба вокруг его имени. Одни его продолжают защищать, что это не так, что он индейцам платил и много хорошего сделал, другие против. Инейцев превратился в спорную фигуру. Но когда мы там были, он был героем 70-е годы прошлого столетия. Вот такой эпизод. Швейцарцы, многие, конечно, в Калифорнии жили, они участвовали в создании винной промышленности, особенно итальянского происхождения. Швейцарцы в Калифорнии создавали винную промышленность и сыровария, участвовали в создании предприятий по изготовлению сыра, ну и многое другое сделали, полезное и, может быть, и не полезное. Закончили мы работу в США, вернулись домой, а потом следующая командировка у нас в Китай. Ну, казалось бы, далеко от Швейцарии, что-то, может быть, общего в китайской тематике со швейцарской тематикой. Тем не менее, мы познакомились с там швейцарским дипломатом, молодым, каким мы, стали общаться, коллегами такими настоящими стали. Ну, и я как-то его спрашиваю, вот в Китае то-то, то-то произошло, там съезд очередной коммунистической партии Китая, как ты оцениваешь итоги? А он говорит, да никак не оцениваю. Я говорю, как никак не оцениваешь? Ну, так. Я говорю, ну, надо же сообщать в столицу вашу, в Берншу, так-то и так-то. Он говорит, да ничего мы не сообщаем, кому это надо? У нас есть посол, один раз в месяц он пишет отчет там, что-нибудь новенькое найдет в Китае, сообщает, и все, больше ничего не надо. Я говорю, ну, а как же, министерство? Он говорит, а что министерство? У нас, во-первых, министр у нас читает газеты, в газетах все написано. Я говорю, ну, это другие источники, вас же специально послали, как самый надежный источник, правительственное, чтобы... Да нет, все в газетах есть, хорошие газеты. Ну, а главное, у нас министр интересуется только выращиванием роз. Ну, мы решили, что это шутка, пошутил наш друг и так далее. Ну, это уже довольно недавно, там уже в 21-м столетии, в швейцарском посольстве был прием для руководителей швейцарского МИДа на уровне замминистра, там, директоров департаментов, те, которые Азией занимаются. Ну, и в том числе нас пригласили с моей супругой. И я, значит, вот стал вспоминать эту смешную историю. На что мне эти швейцарцы говорят? Во-первых, тот молодой человек, о котором ты говоришь, он сейчас наш посол в Китае. Это раз. А во-вторых, тот министр, о котором он упоминал, действительно был у нас министр, который интересовался только розами. Он, если читал, то газеты иногда, а так розы. Так что это не мифическая какая-то фигура, не собирательный образ, а действительно вот реальный швейцарский министр иностранных дел, который, по-моему, там еще лучше карьеру сделал. Какое-то время чуть ли не вторым лицом был в Швейцарии, хотя мы потом об этом поговорим. Это руководители страны, это, так сказать, не самые крупные фигуры в жизни государства швейцарского. Ну, вернулись мы теперь уже из Китая в Москву и долгое время никакого отношения никак не сталкивались в Швейцарии, но за исключением того, что Наташа с детства очень любила сыр, обожала, и, конечно, в том числе и швейцарский сыр, очень хороший сыр. И вот если он попадал ей, то ей было очень приятно, она радовалась. Радовался я за нее. Ну, а потом, в 1991 году, я поступил на работу в антиполоматическую академию, мы стали общаться с швейцарскими учеными и людьми, так сказать, находящимися около науки, такие бизнесмены от науки. Вот один из них приехал к нам в гости, пришел к нам домой, его привел мой приятель, который занимался книгопечатанием в Москве. Ну, и зашел у нас разговор, он говорит, я из немецкоязычного кантона, вот мы, немцы, мы, говорит, конечно, уважаем Шиллера, уважаем Гетте, но Германию очень не любим. Помним Гитлера, помним, как они вообще всегда вели в отношении Швейцарии себя, это гонор, это взгляд сверху вниз, это великодержавие, в общем, постараемся от немцев подальше держаться. Если кто-то из детей замуж выходит, девочка за мальчика из Германии, это не нравится, лучше от кого-то из другого места. Вот такое, говорит, отношение. А вот к американцам, говорит, очень хорошо относимся. Я говорю, почему? Он говорит, мы их уважаем, наверное, потому что мы антиподы. США огромная страна, а мы вот микроскопическая. При этом США очень однообразная страна, а мы очень разнообразные, вот эта маленькая территория. Это во-вторых. Ну и в-третьих, они такие экстраверты, они открытые, шумные и так далее. Мы очень закрыты, мы зациклены на работе, у нас вся жизнь очень скучная, очень монотонная и так далее. Вот на контрастах обычно, говорит, антиподы друг друга любят. К англичанам, говорит, специфические отношения. Мы, говорит, поражаемся. Это единственная нация на Земле, которая полмира завоевала и не испытывает ни малейшего стыда и, так сказать, ну, желание какого-то минимального извиниться за то, что они натворили. Правда, говорит он, мы тоже этому удивляемся, они также почти без боя расстались с большинством своих колоний. Сначала нахальные завоевали чужие земли, долго их эксплуатировали, а потом как-то так незаметно и ушли. К французам, говорит, особое отношение, они наши соседи. В Швейцарии соседи всегда немножко между собой спорят. Ну, конечно, уважаем кухня, у них неплохая, и культурные они люди. Много это надо учитывать. Мы, швейцарцы, действительно разные, и кантоны часто не соприкасаются, языки мы друг друга не знаем. Иногда наши министры по-английски между собой разговаривают. Но мы все очень любим Швейцарию и гордимся ей, что мы веками выставили от этого напора со стороны Франции, со стороны Германии, со стороны Австрии, Венгрии. Все нас пытались разорвать, а вот мы выжили самостоятельно и уважаем то, что мы швейцарцы, и гордимся, и считаем свою страну самой лучшей. Ну и заодно, в этом разговоре, там много было тем, но он поднял тему мусора. Говорит, я вот удивлен, как у вас с мусором такая, отличная от нашей ситуации. Он говорит, мусор, его просто так не выкинешь, надо специальные мешки покупать, они очень дорогие, и каждый вид мусора идет в отдельный мешок. Ошибешься, значит, получишь штраф, и у тебя вообще могут не принять этот мусор. Все надо сдавать, вот все это использовал дома, чтобы это не валялось, не портило окружающиеся. Например, холодильник, вышел из строя, надо его сдать, тебе за это, может, деньги заплатят. Даже жир, вот кулинарный, использовал жир, надо сдавать. И вот мы таким образом живем, и даже, говорит, на кладбище, на 25 лет тебе дают могилу для твоего родственника, а через 25 лет у тебя ее отнимают, эту землю. Это, конечно, нам как-то так немножко дико показалось, но вот такие традиции. В Швейцарии страна небольшая, на всем экономит, и очень, так сказать, скрупелезно ко всему относится. И он говорит, мы вот, есть, говорит, районы, где не такие жесткие законы в отношении мусора, особенно во Франции соседней, вот кто может во Францию едет, там мусор выкидывает, настолько сложно это у нас сделать. Но были еще другие темы, это мы потом будем обсуждать. А вот отмечу только, что вскоре в Дип-Академию появилась группа ученых из Цюрьевского центра безопасности, мы с ними сдружились, стали сотрудничать, они нам подарили четыре компьютера. В то время в Дип-Академии не было ни одного компьютера. Первые четыре мы получили в дар, а швейцарцы, это очень помним и дорожимые, по крайней мере, те, кто работали тогда, включая меня. Это вот Цюрих. Ну и наконец, в конце 20 века появились ребята из Женевского центра по изучению проблем безопасности. Очень престижный центр, мы стали проводить с ними конференции, интересные конференции, содержательные конференции. С швейцарцами вообще интересно иметь дело, потому что это страна нейтральная, они даже в ООН не так давно вошли, а так никому, нигде не принадлежат, у них на все свой взгляд, свои подходы, полная самостоятельность, и, значит, конечно, к ним привлекает в том смысле, что у них оригинальные взгляды и такие неотягощенные указаниями откуда-нибудь там из Вашингтона или из Бона, Берлина и так далее. Ну и интересно, у нас состоялся ужин как-то после конференции, я сижу с послом швейцарским, ну и тост нас произнести, я встал, произнес тост, ну слов 15 сказал, сажусь, посол говорит, какие у вас длинные тосты, какие красочные тосты. Я очень удивился, я говорю, вы вот на Кавказ поезжайте, увидите, что такое красочные и длительные тосты. Я говорю, я же очень коротко сказал, нет, а мы вообще, говорит, очень мало говорим и мало улыбаемся, в основном вкалываем, в основном напряжены и так далее. Но я здесь остановлюсь, поскольку я уже и так долго говорю, заканчиваю первую беседу, а разговор о Швейцарии мы, конечно, продолжим в последующих беседах. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok